Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередная передача из цикла «Гость в студии». Я с удовольствием представляю нашего очередного гостя. У нас в студии сегодня Наталья Викторовна Шашукова, председатель городской профсоюзной организации образовательных учреждений города Горно-Алтайска. Правильно, ничего не напутал? Правильно. Здравствуйте, Наталья Викторовна. Здравствуйте. Ну, понятно, что говорить мы будем сегодня о работе вашей организации, но те, кто нас смотрит постоянно, уже знают, у нас есть традиция. Человек, который к нам приходит впервые, мы просим коротко рассказать о себе. Ну, буду рада это сделать. Родилась я не в городе Горно-Алтайске. Родилась я далеко, республика Кыргызстан. На сегодняшний день это Кыргызия, город Каракуль. И так получилось, что когда мне исполнилось 6 лет, мы приехали сюда с моими родителями, папа у меня строитель. Вот и до сих пор мы здесь. Училась я в первой школе, закончила первую школу. После этого обучилась в колледже, в педколледже, который тоже закончила. Закончила наш университет ГАГУ. И пошла работать в школу. Работала учителем, начала работать в 6-й школе, работала в 5-й школе. Ну, и закончила, наверное, свою трудовую деятельность педагогическую, это в 9-й школе. Я знаю, что вы педагогическую деятельность все-таки продолжаете. Не будете об этом говорить? Да, да, я работаю так же, продолжаю работать с детьми. Но уже не в школе. Но уже не в школе, да. Ну, давайте все-таки перейдем к основной нашей теме. Ну, те люди, которые помнят советские времена, знают, что в советское время профсоюзы, это была такая мощная организация. Потом наступили времена разных перемен, еще что-то. Ваша организация, она как долго существует? Вот наша городская профсоюзная организация образовательных учреждений города Горного Тайска существует с 1996 года. А вы сколько лет занимаетесь этой работой? Да, пришла работать я в эту организацию 5 лет назад. 5 лет назад, 22 марта, это получается 2012 года у нас практически 5 лет, была конфиденция, где меня выбрали председателем. И я начала работать председателем профсоюзной организации. Наталья Викторовна, на ваш взгляд, что такое профсоюзы сегодня? Нужны ли они? Отличаются ли они от тех, которые были раньше? Да, наверное, это очень актуально на сегодняшний день, это очень актуальный вопрос. Вы правильно сказали о том, что когда-то профсоюзы существовали и были, наверное, каждый из нас, все состояли в какой-то профсоюзной организации. На сегодняшний день, наверное, ситуация совсем иная. Но цели и задачи любой профсоюзной организации остались, наверное, как и прежде. Во-первых, что же такое профсоюзная организация? Это объединение людей, добровольное объединение людей, которые ставят перед собой какие-то единые цели и задачи, для достижения которых создаются эти объединения. Что касается именно профсоюзных организаций, это защита трудовых отношений работников и социально-экономических отношений. Именно с этой целью создаются профсоюзные организации на сегодняшний день так, как это было и раньше. Ну, наверное, вот так вот. Ну, если говорить об актуальности, зачем они на сегодняшний день эти профсоюзы, люди выходят, и многие-многие люди задают этот вопрос, зачем нужны профсоюзы. Ну, наверное, если говорить о том вообще, о нашей истории, то во все времена, когда мы едины, мы непобедимы. И на сегодняшний день, если говорить, например, о трудовых отношениях, когда какие цели и задачи ставит перед собой профсоюзная организация, то многие говорят, никаких проблем нет. На самом деле это не так. Проблемы есть. И даже, если этих проблем и нет, то все равно в период своей трудовой деятельности люди все равно касаются этих проблем. И все равно наступают моменты, когда необходимо решить какие-то сложные вопросы. И, наверное, очень плохо, когда человек остается один на один со своими проблемами, с работодателем, куда он очень редко пойдет, будет решать эти проблемы один на один. И в этом случае, конечно, очень хорошо, когда есть какое-то объединение людей, а именно в данном случае это профсоюзы, которые могут своим единством помочь решить какую-то проблему. Что касается трудовых вопросов, также можно говорить о социально-экономических. На сегодняшний день тоже много очень трудностей у людей возникает. Учителя получают не настолько высокую заработную плату. И очень часто вот наша организация, конечно, оказывает материальную помощь. Вот Вы сказали, что уже пять лет занимаетесь этой работой. Можно уже сказать о каких-то результатах? Что сделано, что достигнуто? Да, конечно. Наверное, об этом и особенно хочется рассказать. Ну, наверное, начну я с того, что для того, чтобы хорошо работала профсоюзная организация, нужны условия, нужно помещение, нужно где работать. И вот так получилось, что в 2013 году, до 2013 года у нас было помещение, которое нам предоставляла администрация города. Но впоследствии, в связи с определенными изменениями, это помещение переходит в республику, а мы городская организация, у нас это помещение забирают. И мы остались, к сожалению, на улице. И неоднократно обращались в администрацию города, чтобы нам помогли решить какие-то проблемы, вот именно что касается помещения. Ну и, к счастью, нам повезло, не знаю, наверное, к счастью, что нам, да, дали нам помещение. Два года назад нам выделили помещение, где мы начали, вот, наверное, выполнять одну из самых главных задач, это создавать условия для того, чтобы нам работать. На сегодняшний день эта работа выполнена. Вы имеете в виду, что обустроено помещение? Да, 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 был сделан ремонт. Это помещение было после наводнения. Мы получили его после наводнения. И оно было, конечно, в очень плохом состоянии. А мы общественная организация. То есть просто помещение было затоплено? Оно было, да, оно было затоплено. Можно представить, в каком состоянии? Было жутко, и многие, конечно, кто-то думал, что мы правильно делаем, кто-то считал, что мы неправы, но все-таки как-то большинством, вот, кто у нас стоит в профсоюзе, решили, что нужно взять это помещение, чтобы реализовывать свои цели и задачи. И мы все-таки решились и сделали это. Начали мы делать ремонт потихонечку. Сначала сделали одну комнату, потом сделали другую комнату. Вот, ну, наверное, особенно хочется, затронуть вопрос ремонта. Очень радостно, что в наше тяжелое время есть люди, которые готовы помочь вот общественным организациям на добровольных началах, оказывают помощь. Мы обратились к некоторым предпринимателям нашего города, которые оказали нам помощь, благодаря которым мы сделали это помещение. Также хотелось отметить, что обратились мы в технологический техникум строительный и к Снежку Татьяне Юрьевне, которая нам сразу, не отказав, предложила свою помощь и помогла, то есть выделила бригаду для того, чтобы помочь нам сделать это помещение. Огромное спасибо ей за это. И также хочется сказать некоторым людям, предпринимателям, тоже спасибо за то, что просто нам добровольных начала безвозмездно помогли. Это Граков Сергей Владимирович, огромное ему спасибо. Князева Нина Павловна, Золотухина Вера Ивановна. Это люди, которые нам помогли делать ремонт. Также хочется сказать слова благодарности простым учителям, которые просто безвозмездно приходили, помогали, ремонтировали, все это делали. И вот на сегодняшний день у нас замечательное помещение, где мы работаем и реализовываем свои цели и задачи. И очень радостно, вот с 2012 года, когда я пришла работать, мы начали реализовывать одно из направлений, это работа с ветеранами. И считаем, что это очень важное направление, потому что... С ветеранами имеется в виду педагогического. Да, с ветеранами педагогического труда, потому что это особая категория людей, которым, наверное, на пенсии очень тяжело. То есть, представляете, всю жизнь ведут активный образ жизни. Все время в гуще событий каких-то, в большом коллективе. Да, с детьми. И вот когда человек приходит на пенсию, конечно, наверное, это очень тяжело. И мы стали проводить разные встречи. Встречи с ветеранами, то есть это мы их поздравляли на День учителя, собирали на Новый год, собирали на 8 марта. И опять же хочется сказать слова, которые вот люди, вот, например, Якушевская Екатерина Яковлевна, просто нам помогала организовывать эти встречи со своими девочками. Это 9-я школа, гендерный класс. И вот сегодня у ветеранов педагогического труда есть место, где они сами собираются, где они проводят свое свободное время. И создан клуб. Клуб называется «Живой родник». Мы уже радовались их выступлениям. Они выступали на встречах, на День учителя выступали, показывали свое творчество. И мы, конечно, очень-очень радуемся тому, что они работают, и тому, что они делают, тому, что они собираются. То, что люди не одиноки. Да, то, что они вместе. Ну вот они мне тоже сказали, пожалуйста, Наталья Викторовна, скажите слова благодарности тем людям, которые помогли им сшить сценические костюмы. Можно я их тоже назову? Это, наверное, тоже индивидуальные предприниматели. Это Ланда Спартак Валерьевна, Ефимов Сергей Александрович, Криворученко Константин Юрьевич, Кыдатов Вячеслав Афанасьевич, Немчанинова Елена Анатольевна и Барбадуева Татьяна Валентиновна. Огромное, конечно, спасибо этим людям, потому что на сегодняшний день вот такие вот, благодаря этим людям есть возможность людям осуществлять какую-то другую деятельность. То, что они помогают безвозмездно. Огромное им спасибо. Вот это одно из направлений, которые мы реализовываем. Следующее направление, это, конечно, наверное, социальная поддержка. Это тоже очень важный момент. Я уже об этом затронула и сказала, что все-таки есть моменты, когда людям, когда мы должны объединиться и помочь в каких-то трудных ситуациях. Социальная поддержка, речь идет тоже о ветеранах-педагогах? Нет, в данном случае мы помогаем членам профсоюзной организации. Это в трудных ситуациях. Это были, когда случилось наводнение, всем оказали материальную помощь. Были случаи, когда случались пожары. Это тоже мы помогаем. В случае оздоровления оказываем материальную помощь. Ну, то есть, наверное, хорошо, что в нашей организации не было случая, когда мы хоть кому-то отказали в материальную помощь, когда к нам обращаются люди, помогали всем. И в былые года доходило у нас материальную помощь до 200 тысяч рублей в год. Это не индивидуально, а суммарно? Нет, это в год, да, общая такая. То есть, вот это, конечно, очень важное направление работы. Следующее направление, о котором также хочется, наверное, сказать, которое мы реализовали буквально в том году, на сегодняшний день со стороны государства большое внимание уделяется работе общественным организациям. То есть, уделяется, идет грантовая поддержка. И мы приняли участие в конкурсе грантов и реализовали такой проект, как Музей Учителя. Ну, многие говорят, ну, как это так? Вы профсоюз, каким образом вы вообще можете, какое отношение имеете к Музею Учителя? Но мне кажется, что на сегодняшний день очень важно говорить о том, что необходимо говорить о престиже профессии учителя, говорить о проблемах профессии учителя. И вот, и сохранение истории педагогического труда, которая сыграла огромную роль в становлении, вот мы говорим о малой нашей родине, это город Горно-Алтайская, республика Алтай. И, конечно, огромную роль сыграли учителя. И мы просто не имеем права забывать имена этих учителей. Мы должны о них помнить, мы должны о них говорить и сохранить эту историю, и передавать эту историю молодому поколению. И вот у нас, получается, 12 октября было открытие, было открытие этого музея. То есть вот совсем недавно. Да, в 2016 году. Вот, и мы очень рады, что у нас произошло это событие, для нас это очень важно. Ну, к сожалению, наверное, как и для общественных организаций, вот в вопросе финансовой работы всегда трудности. И вот наша задача сейчас поставить работу на должный уровень, чтобы все-таки проходили встречи. Ну, было встречи, проводились экскурсии и так далее. И мы в этом направлении работаем. Я думаю, что далеко не все знают об открытии вашего музея. Можете рассказать, где он находится, когда он работает? Может быть, у кого-то появится желание посетить ваш музей? Наш музей, мы расположены, вообще наш профсоюз находится по адресу коммунистический 39. Но мы так улыбаясь говорим, это находится в подвале. Но опять же, несмотря на то, что мы находимся в подвале, у нас очень красиво, у нас очень уютно и хорошо. И, наверное, правда, помещение украшают люди, которые в нем находятся. Вот. Работает у нас, возглавляет работу музея Якушевская Екатерина Яковлевна. Тоже работает на добровольных началах, работает с девочками. Но, к сожалению, были такие организационные проблемы по поводу проведения встреч в данном музее. Это было связано с ремонтом. Буквально мы такие моменты закончили буквально на той неделе. И вот я думаю, что теперь мы уже готовы полноценно принимать детей в нашем музее. Но так как Екатерина Яковлевна работает на добровольных началах, поэтому мы начинаем работать с приглашения. То есть не просто мы там находимся целый день, а конкретно... То есть нужно предварительно согласовать. Да, да, предварительно нужно согласовать. А как к вам обратиться? У него телефон какой-то есть. Да, конечно. То есть можно его назвать. Конечно. Можно звонить по телефону. То есть мы будем рады встретить вас, когда это будет удобно и вам. И, допустим, нам это 963-199-7017. Наталья Викторовна. Читайте «Планету Плюс» в новом формате. В газете для всей семьи для вас полезные и интересные советы, сканворды, гороскоп и много объявлений. Спрашивайте газету «Планета Плюс» в почтовых отделениях, в сети Ростелеком и у распространителей. Наша беседа приближается к завершению. Я бы хотел, знаете, немножечко вернуться к истокам, что ли, вот к целям и задачам. Мне представляется... Ну, я и в советское время поработал, и, конечно же, был членом профсоюза. Мне представляется, что в последние годы при советском времени многие... Ну, понятно, что это было такое... В общем, просто все были членами профсоюза, да? То есть это была массовая такая, массовая организация. И многие относились к членству профсоюзной организации как к некоему источнику каких-то дополнительных материальных благ, что ли. Потому что в советское время каких-то серьезных проблем между работником и работодателем их, как правило, не возникало. То есть в том смысле, наверное, в советское время оно не имело причин для возникновения таких конфликтов, когда нужно было именно интересы работника защищать. Сейчас, мне кажется, немножко другая история. Ну, вот, да, я согласна с тем, что сегодня другая... То есть в плане вообще работы... Если раньше мы все состояли, да? Несмотря на то, что, да, там, вы говорите, не было проблем, то на сегодня наоборот. То есть люди сталкиваются со многими проблемами, но мы не состоим в профсоюзе. И, наверное, вот эта вот тенденция от того времени осталась. И многие считают, что, да, профсоюз, если я состою в профсоюзе, то мне нужна вот какая-то отдача в плане, вот вы говорите, материальной, да? Кто-то просит путевки в санатории, кто-то говорит о том, что... Как сказать, еще там, не знаю, что еще... Ну, именно материальная. Материальная, да. Но, наверное, люди забывают самое главное. Забывают о том, что любая организация, когда человек, работая в какой-то организации, состоит в какой-то организации, для того, чтобы получить, нужно хотя бы как-то что-то отдать. Должна быть отдача, должно быть участие. И вот на сегодняшний день, наверное, вот очень важно донести до учителей вот это вот понятие, что вот когда существует общественная организация, люди... Профсоюз, да. Союз на профессиональной основе. Да. То мы можем совместно решать какие-то проблемы, решать какие-то вопросы, но можем... И защищать права, в конце концов. Да, только в том случае, когда мы вместе, когда мы едины. Вот только когда нас много, когда мы не одни, тогда это возможно и делать. Вот. И, конечно, обязательно каждый член какой-то организации, а именно профсоюзной, должен понимать, что с его стороны обязательно должно быть тоже какое-то участие. Участие в том, что задать вопросы, озвучить проблемы, прийти спросить, предложить и так далее. То есть только в этом случае будет видна работа, и каждый член профсоюза точно так же будет получать эту отдачу. Иметь право на какие-то... Да, да, там на какую-то помощь. Ответные, да, на действенную какую-то помощь. И мне представляется, что никто не застрахован от каких-то сложных жизненных ситуаций. Никто не застрахован, и мы должны об этом понимать, что сегодня мне хорошо, а завтра в любой момент, в любой момент может произойти что-то там, какие-то проблемы, и, вы знаете, разрушить всегда легко. И когда этого не будет, собрать и объединить потом будет очень сложно. Это будет просто невозможно. И вот опять же, хорошо, что мы еще есть, что мы существуем, что мы работаем. Конечно, может быть, нас осталось совсем немного, но мы уверены, мы уверены в том, что нас станет много, и мы объединимся, и обязательно будем решать вот те актуальные вопросы и проблемы, которые касаются именно сегодняшнего... Педагогического сообщества и в сегодняшнее время. Да, да. У нас осталась возможность в завершении сказать несколько слов. Ну и, конечно, хочется сказать, что, наверное, все-таки вот о работе общественных организаций, что эти организации на сегодня нужны, они должны быть, которые эти организации объединяют людей. И так хочется, чтобы люди просто на самом деле стали понимать важность вот этих вот объединений. И всегда говорят, когда мы едины, мы непобедимы. Мы должны быть вместе, мы должны решать... В единстве нашей силы. Да, в единстве нашей силы мы должны вместе решать эти вопросы, проблемы. И тогда у нас обязательно все получится. Я думаю, что если мы поможем кому-то, в чем-то, это уже наша жизнь не прошла зря. Это очень важно. Поэтому очень рада буду, если мы будем вместе. Мы записываем эту передачу в начале марта, весна. Да, конечно. Хочется поздравить всех наших учителей, нашего города. Ну, не только города. С наступающим праздником. Весны, добра, хорошего настроения. Чтобы наши женщины всегда улыбались и радовались жизни. Оставались молодыми и красивыми. Здоровья и семейного всем счастья и благополучия. Наталья Викторовна, я вас тоже поздравляю с наступающим праздником весны. Замечательный праздник. Я его очень люблю. Спасибо. Когда ты видишь в городе идущих мужчин с охамками цветов, понимаешь, пришла весна. И становится радостно. Поэтому спасибо вам в вашем лице. Я поздравляю всех женщин. Будьте здоровы. Возможности счастливы. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, мне осталось только напомнить, что гостем, сегодняшним гостем у нас в студии, была Наталья Викторовна Шашукова, председатель городской профсоюзной организации образовательных учреждений города Горного Антайска. Спасибо, что пришли. Буду рады. Мы готовы к вам сотрудничеству. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.